Фабрика смерти была создана по личному распоряжению Гитлера. Люди находились под открытым небом круглые сутки с перепадом температур от нуля до минус 15. Средняя продолжительность жизни узников составляла трое суток. За всю историю Второй мировой войны аналога Азаричским лагерям не было. Елена Бормотова о преступлении против мирного населения. Это снято советским фронтовым кинооператором в Азаричском лагере смерти в первые дни после освобождения. Выжившие в аду лагеря смерти. Дети, женщины и старики. В марте 44-го войска 65-й армии под командованием Павла Батова в Полесских болотах спасли более 33 тысяч человек. На территории в 5 гектаров вермахт устроил полигон для испытания бактериологического оружия. Он существовал 10 дней, лагер. А мы под конец пришли. Если бы поначалу нас загнали тут в лагеры, я бы сегодня здесь не сидел бы. Кого первых загнали туда, то мало кто выжил. Три участка в лесных болотах нацисты огородили шестью рядами колючей проволоки. Загнали туда женщин, стариков и детей. По периметру вышки с пулеметчиками. Люди без еды, питьевой воды, в антисанитарных условиях. Многие по колено в воде. Мать хотела дальше найти, к забору. К забору нас не пустили, там была суша трохи. А мы, они сказали, нельзя. И разместили нас в болоте. Территория трех зон вошла в историю под названием Азаричские лагеря смерти. Дерть, Азаричий подосинник. В нескольких километрах войска Красной армии. Это прифронтовая территория. У армии Третьего Раиха действует приказ. Ни шагу назад. Отступать они не могут. Вермахт принимает решение создать живой щит из людей. 50 тысяч стариков, женщин и детей загоняют в лесные болота и заражают цепным тифом. Люди стали заслоном между наступающими частями Красной армии и немецкими позициями. Нацистская Германия рассчитала, что в случае освобождения лагеря болезнь перекинется на солдат Рокоссовского. И наступление советских войск будет приостановлено. Подступы к лагерям были заминированы. Здесь нацистская Германия применяла точно такую же систему фугасов, как и на Курской дуге. Для разминирования в Полесскую область перебросили инженерные войска, у которых был опыт работы с подобными снарядами. В воспоминаниях Колодкина, подполковника медицинской службы, он пишет, что было очень жалко, что люди мучились столько, дожили до дня освобождения 19 марта, а именно взорвались на этих минах. И поэтому очень много было и умерших от смертельных ранений, и многие остались инвалидами на всю жизнь. И был случай, когда не смогли остановить детей криком, чтобы они остановились. И дети погибли, и несколько саперов были тяжело ранены. Но, в общем, последствия были тяжелыми. Медицинскую помощь оказывали военные медики. 25 госпиталей были перепрофилированы для лечения узников и заразившихся красноармейцев. Для обработки больных людей были задействованы дискамеры и душевые. Погибших и умерших после освобождения хоронили в братской могиле. Позже на этом месте установили мемориал. Елена Бормутова, Виталий Селявко, агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова